Всем привет! Сегодня я в университете, в университете Уорик, и со мной Евгений. Здравствуйте! Здравствуйте! Евгений тоже учится в университете Уорик, заканчивает писать диссертацию. Он занимается международными отношениями. И сегодня я ему задам несколько вопросов. Евгений, где вы родились? Я родился, как у нас принято говорить, в славном городе Витебске, в городе Витебске, в Беларуси. Он находится на северо-востоке Беларуси. Отлично! Евгений из Беларуси. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, на каких языках говорят в Беларуси? Все ли понимают русский язык? Потому что мои студенты изучают русский язык. Им, конечно же, будет интересно узнать, будут ли их понимать, когда они поедут в Беларуси. Обязательно будут понимать, что в Беларуси два государственных языка. Русский и белорусский. Это значит, что сто процентов населения могут говорить и на русском, и на белорусском языках. И вообще в повседневной жизни, может быть, даже большинство людей в Беларуси говорят именно на русском языке. Поэтому у студентов не будет никаких проблем. Более того, они даже могут приехать в Беларусь для того, чтобы изучать русский язык. Отлично. Еще один вопрос. Вы родились в городе Витебск. Вы все время жили в городе Витебск или вы жили в каких-то еще городах в Беларуси или за границей? Где я только, как говорится, не жил. До где-то 18 лет я действительно жил в Витебске, но когда я закончил школу или даже гимназию, то я уехал учиться в Минск. И, соответственно, следующие практически все годы я жил в Минске, за исключением нескольких лет. Потому что еще год я жил в Швеции, учился там, изучал в первую очередь шведский язык. И также потом в Англии. Вначале в магистратуре я учился, в университете Сассекс, соответственно, жил в Брайтоне или даже в Фалмере. Это вот там, где сегодня стадион футбольной команды. Брайтон-Хоуф, Элбион, по-моему, она так называется. Ну и потом, когда я начал учиться вот здесь на PHD, то, соответственно, жил в Кеннелворде тоже год. Ну а после этого то приезжал, то уезжал и в основном находился в Минске. Когда первый раз вы приехали в Англию? В Англию впервые в жизни в 2009 году. 10 лет назад, даже почти больше. Почти больше. Надо было в прошлом году отметить 10-летний юбилей моего приезда в Англию. Расскажите Витебск и Минск. Города отличаются или нет? Обычно столица отличается от других городов в стране? Отличаются, конечно. Вот буквально сегодня утром я прочитал, что по последней переписи населения, у нас где-то раз примерно в 10 лет такая перепись происходит, и она позволяет увидеть более точно различные характеристики населения. Так вот, сегодня я прочитал, что уже официально в Минске более двух миллионов жителей, а в Витебске для сравнения где-то порядка 300-350 тысяч. Кстати, последние цифры пока еще не знаю. То есть как минимум вот такими размерами отличается город. Это значит, что он отличается темпом жизни, скоростью жизни, и, конечно, в Минске, как и в большинстве столиц, происходит всего намного больше. Такое вот основное отличие. Ну и экономически, из-за того, что там больше населения, больше вот этого активности, соответственно, и экономическая жизнь более наполнена, культурная жизнь более наполнена, политическая, само собой, жизнь тоже более наполнена. Хотя Витебск известен в Беларуси как культурная столица Беларуси. Поэтому, когда мы говорим о культуре, то, в общем, и эта жизнь в Витебске тоже достаточно богата. Ну, я никогда не была в Беларуси. Это неправильно. Я обещаю, что я обязательно поеду. Вот. Но я читала и знаю о Витебске. Я знаю, я видела Витебс на картинах марка Шагала. И мне хочется съездить посмотреть Витебск. Обязательно, когда я поеду в Беларусь, я посмотрю Витебск. Обязательно. Я тоже всех очень приглашаю. Маша сказала о марке. Шагалия. Одном из самых известных художников в истории, наверное, человечества. Он действительно родился и провел большую часть своей молодости именно в Витебске. Но помимо него были и другие представители, в первую очередь, школ художников. И поэтому в Витебске тем, кто интересуется этой темой, действительно много можно всего увидеть. Также в Витебске проходит каждое лето, обычно где-то в июле, большой фестиваль. Называется Славянский базар. И, по крайней мере, лет 10 назад, я там даже, когда был студентом, иногда подрабатывал переводчиком. Это считался один из самых крупных вообще в мире фестивалей. Сейчас его масштаб немножко снизился, но я думаю, что тоже очень интересно приехать, посмотреть. У меня много знакомых среди дипломатов зарубежных, которые работают в Беларуси. Они все мне рассказывают, что когда они приезжают на Славянский базар в Витебске, это нечто такое особенное. А в каком месяце проходит это мероприятие? Обычно в июле, хотя календарь может изменяться, но в любом случае это лето. Обязательно поедем все вместе летом в Витебск. На фестиваль Славянский базар. Какой еще город, кроме Витебска и Минска, вы советуете посетить? Советую посетить все, но если говорить о больших городах, то помимо Витебска и Минска, я, например, чаще всего бываю в Бресте, потому что вот из этого района моя жена, и мы часто ездим к ее родителям и проезжаем через Брест. И я могу точно говорить о том, что это очень такой интересный город. В отличие от Витебска, который находится на границе с Россией, Брест на границе с Польшей и Украиной. И, конечно, может быть любопытно посмотреть, вот каким образом различное смешение культур, народности, национальности оказывает влияние на городскую жизнь. В Бресте это можно хорошо заметить. Я думаю, вообще интересны по-своему все большие и меньшие города. Если говорить о каких-то городах поменьше, то есть несколько интересных мест, которые связаны, например, с историей Беларуси. Вот, скажем, Несвиш, Новогрудок, Мир. Это города, на которых были завязаны какие-то важные эпизоды в жизни Великого княжества Литовского. Такое было государство, которое где-то там, начиная с 13-14 века, имело большое значение в европейской политике. И вот был такой целый род родивилов, очень могущественный род. И у них были замки, резиденции, которые сегодня находятся вне свежей в мире. Вот можно съездить это посмотреть. Новогрудок, это была одна из первых столиц Великого княжества Литовского. Там, к сожалению, не так много чего сохранилось, но также есть любопытные такие важные исторические места. Наконец, еще одна отличительная черта Беларуси, как в культурном плане, так и в историческом, это наследие еврейского народа. И также вот есть некоторые небольшие города, опять же такие, как Новогрудок, Бобруйск, где можно с интересом ознакомиться с этими страницами. Очень интересно. Я недавно слышала, что в Беларуси сейчас можно ехать иностранцам без визы. Знаете вы что-то об этом? Не могли бы вы рассказать? Знаю почти все и могу рассказать. Действительно, несколько лет назад было принято решение, что граждане 80 государств могут приезжать в Беларусь без визы. В том числе граждане всех стран Европейского Союза, ну и теперь уже после Брекзита Великобритании. Для этого, правда, нужно прилететь в аэропорт Минска, при том прилететь из любого другого аэропорта мира, кроме российских аэропортов. Там есть своя особенная история, почему так произошло. Ну вот по прилете в аэропорт Минска все, что вам нужно, это небольшая сумма денег, которую вы можете подтвердить, что она у вас есть и достаточно для того, чтобы находиться до 30 дней на территории Беларуси. И также медицинская страховка, но ее можно за очень небольшую сумму, что-то в пределах 2-3 евро, приобрести прямо в аэропорту Минска. И без каких-то проблем очень быстро вас с радостью впустят в Беларусь. И, как я уже сказал, в месяц можно находиться без визы. Также, если вы хотите приехать на поезде или на автомобиле, то это можно сделать, но не для того, чтобы находиться на всей территории Беларуси, а в некоторых интересных местах. Вот я о них еще не говорил. Например, есть такая Беловежская пуща, знаменитая. Это и песня есть, но есть и сама пуща. Беларуси – это один из самых древних лесов в Европе, имеет многотысячную историю и находится на территории Беларуси и Польши. По этому лесу даже проходят границы между двумя государствами. Там есть многие интересные звери, например, зубр. Это, кстати, символ Беларуси. То, что, наверное, сопоставимо с американским баффало, но у нас все-таки зубр немножко отличается. Он такой славянский, европейский. Так вот, для того, чтобы покупать Беловежскую пущу, можно тоже воспользоваться безвизовым режимом и приехать туда на машине. Не надо делать визу, не надо делать никакие документы. Приезжаешь в аэропорт Минска и там все оформляешь. Ну, собственно говоря, да. Это здорово. То есть мы можем все поехать свободно, спокойно в Беларусь и говорить там по-русски. Я всем советую поехать смотреть все города, о которых нам рассказал Евгений и изучать русский язык. Да, кстати, вот говоря об изучении русского языка, есть даже специальные курсы, школы, которые нацелены на то, чтобы приглашать иностранных граждан, которые хотят изучать в том числе русский язык. Есть вот эти летние школы, summer schools. И, в общем, без какого-то большого отличия можно изучать русский язык в Беларуси точно так же, как, например, в Санкт-Петербурге или в Москве. Только в Минске это будет, наверное, даже дешевле. А цены в Беларуси дешевле, чем в Москве? Чем в Москве, да. Хотя не то, чтобы они там уж намного дешевле в Минске. Но, например, если вы поедете в какой-то город поменьше, скажем, в мой родной Витебск, то там это будет значительно дешевле. Хорошо, прекрасно. То есть это будет недорогая поездка, для которой не надо оформлять специальные документы. Можно поехать, наслаждаться страной, смотреть город Витебск. Обязательно. И изучать русский язык. Прекрасно. Сейчас в Англии идет дождь. У нас за окном серое небо и погода не очень хорошая. Какая погода в Беларуси? Я тоже часто слышу от дипломатов, которые приезжают работать в Беларусь, что Англию и Беларусь в первую очередь связывает похожая погода. И особенно в последние годы это именно так. И я каждое утро смотрю, какая погода в Минске и здесь в Ковентре. И она очень сильно совпадает. И по температуре, и потому что у нас тоже очень много дождей. Хотя еще лет 10 назад, например, зимой чувствовали значительные отличия. Зимой практически всегда в Беларуси был снег. Достаточно часто температура опускалась до минус 15, бывало даже до минус 20. Когда я учился в школе, я помню времена, когда температура могла быть ниже 30 градусов. Это, конечно, не каждый день, это может быть одна или две недели в течение зимы, но такое было. Сейчас практически такого нет. Действительно происходит потепление, которое мы чувствуем и видим. И поэтому, еще раз повторюсь, погода примерно такая же, как в Англии, может быть немножечко прохладнее в целом. Евгений, я хочу вас спросить о названии страны. Я видела, что пишется по-разному. Иногда пишут Беларусь, иногда пишут Беларуси. Почему существует два названия страны? На самом деле название одно. И правильное название это Беларусь. И для того, чтобы убедиться, что она правильная, нужно посмотреть, например, в Конституцию Беларуси. Где так и написано, что страна, полное название страны Республика Беларусь, сокращенная Беларусь. Но наши российские друзья утверждают, что по их правилам русского языка правильно называют страну Беларусь. И они упорно это продолжают делать, несмотря на то, что где-то тоже 10-11 лет назад даже была некая такая договоренность между правительствами, что Россия должна начать называть Беларусь правильно. И тогда, я помню, Дмитрий Медведев был президентом. Он даже дал такое распоряжение, по-моему, Министерству образования России, чтобы, в общем, это учитывалось в делах с Беларусью. Но по привычке, а иногда и не по привычке, а официально тоже, все равно часто в России звучит именно такое название Беларусья. Да. Вообще это связано с тем, что когда еще было то государство Советский Союз, то в его рамках существовала БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика. И вот тогда тоже сокращенно она называлась Беларусья. Но еще раз подчеркну, что правильное название Беларусь. И, кстати, точно так мы обращаем внимание других народов, например, Швеция. Это по-шведски они практически до последнего времени часто называли Беларусь Вит Русланд, что фактически, если переводить, это Белая Россия. Но мы сейчас договорились о том, что нужно называть страну правильно. То же самое с Китаем. Сейчас была такая договоренность. Вот, я думаю, нужно договориться еще с Германией, где нас называют Вайс Русланд, что тоже, в общем-то, не совсем правильно. Мне интересно услышать что-то на белорусском языке. Не могли бы вы сказать несколько предложений, несколько фраз по-белорусски? Прежде чем это сделать, с радостью просто обращу внимание, что два языка на самом деле действительно похожи. И вообще, вот в этой семье славянских языков, если вы знаете один, а лучше два славянских языка, то вы практически понимаете многие другие. Например, вот я знаю русский и белорусский, где-то процентов на 95 понимаю украинский, процентов на 70 польский, хотя я никогда их не изучал. Ну, теперь несколько слов по-белорусски. Шановные сябры, я и все белорусы будут вельми рады, коли вы относитесь сейчас, для того, как наведать нашу прохожую Украину. Очень красиво. Я потом напишу в субтитрах, что это значит. Я узнаю, да, и напишу. Хорошо, большое вам спасибо за интервью. Было очень интересно. Спасибо. Думаю, что все мои студенты будут рады. Я снова приглашаю всех в Белоруссию и сама с удовольствием поеду в Белоруссию. В Белоруссию. И сама с удовольствием поеду в Белоруссию. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. До свидания.